МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередная сессия Десногорского городского совета. Судя по тому, какой сегодня совершенно разнообразный президиум, он отражает те самые разнообразные интересы. Прием у главы Десногорска. Сводка криминальной обстановки в городе. Машину с какой целью похитили? Ну так, на запчасти. В области раскрыли кражу автомобиля. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае президент Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура на всей территории Российской Федерации. Напомним, на борту самолета Ту-154 Минобороны России находилось 92 человека, в том числе артисты ансамбля Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы дать новогодний концерт, и 9 наших коллег-журналистов с федеральных каналов, первый НТВ и «Звезда». Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших. 23 декабря прошла очередная 35-я сессия городского совета. На обсуждение депутатам было вынесено несколько вопросов. Основными были внесения поправок в проект городского бюджета на 2017 год о принятии в муниципальную собственность объектов движимого имущества. Два вопроса касались установления цены на муниципальные объекты жилья и применения коэффициентов. Последним вопросом депутаты приняли решение об изменении муниципальной доли в ООО «Десна-ТВ». Смоленская область по распоряжению правительства Российской Федерации получит дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Такие средства получат и 82 региона. В нашей области будет выделено 193 миллиона рублей. Деньги пойдут на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с повышением заработной платы работников в бюджетной сфере, увеличением минимального размера оплаты труда, а также на поддержание устойчивости консолидированных бюджетов субъектов регионов в четвертом квартале этого года и в следующем году. В Смоленске почетными грамотами отметили молодых ученых, которые принимали участие в региональном конкурсе проектов. Всего было представлено 42 работы в нескольких номинациях – исследования в области гуманитарных, технических, естественных наук, а также новые технологии и инновационные научные проекты. Отбором занималось научное сообщество Смоленской области. Всего в интеллектуально-творческом соревновании принимало участие 76 человек из 8 вузов региона. На награждение пригласили самых достойных и самых перспективных молодых ученых. На минувшей неделе состоялся традиционный прием у главы нашего муниципального образования. В канун нового 2017 года звучали слова благодарности работникам сферы образования и обучающимся победителям и призерам всероссийских конкурсов и проектов. Кто и какие награды получил, расскажем в нашем сюжете. За высокие показатели в работе и учебе вручались грамоты, дипломы и благодарственные письма. Подводя итоги очередного уходящего года, нам снова есть чем и нам снова есть кем гордиться. Благодарственными письмами губернатора Смоленской области награждены работники детского сада «Чебурашка», который отметил свое 40-летие Нина Чемоданова, Любовь Куликова, Валентина Зинган и Светлана Скорогудаева. За многолетний и плодотворный труд по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благодарственным письмом областного департамента по образованию, науке и делам молодежи, награждена Ольга Хромченкова, ведущая специалист комитета по образованию. Учителя русского языка и литературы Надежда Степанова и Татьяна Селиванова также отмечены благодарственными письмами департамента. А дипломом областного департамента награждена Юлия Зюкова, ученица 11 класса 4-й школы, победитель отборочного этапа Олимпиады школьников Союзного государства, Россия и Белоруссия – историческая и духовная общность. Я хочу сказать спасибо администрации нашего города за то, что она предоставляет такую возможность детям участвовать в подобных конкурсах, мероприятиях. Впечатления остались хорошие. Я очень благодарна своим учителям, организаторам этой Олимпиады. Заместитель директора Смоленской атомной электростанции Анатолий Терлецкий вручил диплом лауреатам фестиваля телевизионной журналистики «Атом-ТВ», который проходил в рамках проекта «Школа Русатома» ученикам второй школы Станиславу Разганову и Виктории Козенковой, а их наставнику Елене Петровой – благодарственное письмо. Дипломами проекта «Школа Русатома» награждены коллективы газеты «Смоленский Атом» и ТРВК «Десна-ТВ». Работа Андреяновой Софии в числе 50 отправленных из Десногорска получила высокую оценку на международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира». Детки, которые участвуют в этом конкурсе, они в рисунке отображают то, как они видят окружающий мир. Это родная семья, друзья, школа, окружающая природа. Переносит все это на бумагу и через это запечатлевает действительно красоту Божьего мира, в котором мы живем и который нас окружает. В Десногорске стали традиционными конкурсы среди обучающихся, которые проходят по инициативе Руслальского отделения Добровольного пожарного общества. Андрей Олейников, председатель Совета Руслальского ВДПО, поблагодарил педагогов Светлану Прибыльнову и Елену Парамонову за работу по формированию творческих способностей у детей. Антон Морозов, ученик 4-й школы, занявший первое место в номинации «Вокальное искусство», награжден дипломом. Дипломом в номинации «Театральное искусство» награжден коллектив «Гном». Оксане Кондрашенковой и Евгении Калининой за активное участие, подготовку и проведение межмуниципального этапа фестиваля «Юные таланты за безопасность» вручены благодарственные письма. 23 декабря в Смоленске состоялся митинг, посвященный памяти пожарных, трагически погибших 25 лет назад при исполнении служебных обязанностей. Почтить память погибших коллег пришли ветераны пожарной охраны, родственники и бывшие сослуживцы. А сейчас криминальные новости. В Гагаринском районе задержали браконьера за отстрел лося. 42-летний местный житель без лицензии на отстрел животных решил поохотиться в лесу и был пойман егерями и полицейскими. Кроме того, у браконьера даже ружье оказалось не зарегистрировано. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 122 сообщения о происшествиях. Из них 7 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 67 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 50. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 3 человека. Смоленские таможенники пресекли ввоз 57 тонн санкционных товаров. На границе были остановлены 3 фуры с сельхозпродукцией, принадлежащей белорусским перевозчикам. В них находились 19,5 тонн яблок, 20 тонн гранатов и около 18 тонн шампиньонов. Прилагаемые акты фитосанитарного контроля оказались недействительными. Было установлено, что фрукты выращены на Украине, в Турции и в Польше. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении по данным фактам дел об административном правонарушении. За 11 месяцев 2016 года межведомственными мобильными группами пресечен въезд на территорию России 218 фур с подстанционными товарами. В Ярцевский отдел полиции обратился за помощью житель областного центра. Мужчина пояснил, что его автомобиль в неисправном состоянии около двух месяцев был припаркован в оживленном месте на обочине автодороги Москва-Минск в городе Ярцево. Когда он приехал забрать авто, то оказалось, что машина исчезла. Что было далее в нашем сюжете? На указанное место незамедлительно выехала следственная группа. В ходе разыскных мероприятий полицейские установили личности предполагаемых подозреваемых. Ими оказались трое ярцевчан 89-го, 74-го и 86-го годов рождения. Молодые люди были задержаны и доставлены в отдел полиции. В одной из деревень Ярцевского района в заброшенном ангаре сотрудники полиции обнаружили и похищенный автомобиль. Подозреваемые планировали разобрать похищенное авто на запчасти, используя для ремонта личного транспортного средства, аналогичной модели. По данному факту, следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Ярцевский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, кражи. Теперь гореугонщикам грозит срок до пяти лет лишения свободы. Приготовление пищи чуть не обернулось трагедией. 23 декабря днем на пункт связи Десногорской 15-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании квартиры в девятиэтажном жилом доме первого микрорайона. Как сообщают на сайте МЧС, в одной из квартир произошло подгорание пищи. Пожар был ликвидирован подручными средствами. Найти подарок ручной работы или интересный сувенир теперь можно в Центре Смоленска. 24 декабря у Центра культуры открылся большой праздник ярмарка. Организаторами акции выступают Дворец культуры микрорайона Гнездова и Центр культуры. У памятника Микешину развернулась торговля новогодними сувенирами и подарками, сделанными руками мастеров и ремесленников. Также на ярмарке можно увидеть и выступления творческих коллективов. Продлится площадка до 30 декабря. И еще Смоленск присоединился к песенному флешмобу. В вестибюле железнодорожного вокзала под гармошку исполнили Марусю. Видео спонтанного выступления разместили в соцсетях. Пассажиры, ожидавшие поезда, позитивно восприняли флешмоб. В декабре песенные флешмобы прошли также во многих городах России, в их числе Москва, Благовещенск и Новосибирск. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова